приятного времени препровождения с вами как всегда козел альпийский и это продолжение ролика о лепке арбалетчика 28 миллиметров фэнтези средневековый арбалетчик сегодня мы будем лить этого арбалетчика ну как лить я уже для себя полил вот три формы я вскрыл значит еще восемь форм но я все не стал выкладывать вот еще две вот у меня не скрыты заформовал я и уже вот три арбалетчика из этих форм меня отлит и то есть вот видите давайте же рассмотрим вот здесь вот такой дядька похоже на диего из готики то есть как видим все пальцы руки ну в относительно масштаба вот ему крест на спине нарисовал штаны покрасил тапочки в другой более светлый цвет здесь вот внутри не затенил забыл здесь как видим арбалет даже на ложе видите вот здесь на ложе арбалета есть место для стрелы есть замочек вот здесь то есть детализация вполне себе из не сделано умной здесь только голова вот этого диего да и еще раз подносим значит этих доблестных кнехтов приложим спинами высота у них вообще вот так вот одинаковая высота вот это вот мужик может быть чуть выше потому что у нее грунт на подставке в это под поставка по-другому еще пока даже не оформлена вот и все поэтому то чуть чуть выше смотрим следующего я назвал геродот ну что он похож такого грека бородатого в шапке кожаной как мы видим то же самое замочек на арбалете видно вот сейчас очень хорошо видно посредине арбалета замок пальцы вот особенно большой палец видите оттопырен опять же ему крест на спине нарисовал и третий мужик такой имени ему не давал еще и быстро покрасил назовем условный русич потому что он такой есть с окладистой такой бородкой похож на русича но вот скажем так это русич принявший католичество у него самые крутые руки посмотрите вот здесь большой палец вот тут здесь большой палец оттопыренные как мы видим у этого мужика у него самый большой горб вот здесь это самая была первая отливка в этой форме и просто перелил я молись клея а заметил уже когда миниатюра была загрунтована но с этой стороны он вот так вот он не очень скажется таким а здесь вот он кажется такой более менее горбатый но будем считать что это у него стеганка такая и вот издали вот мы оставим из ли издали вот сверху например то вообще не видно да и разные люди бывают мало ли он горбатый крестовый поход пошел а чё бы нет там таких знаете были такие люди крестовые походы ходили что горбатые то еще были неплохие сейчас непосредственно то ради чего мы здесь сегодня собрались это процесс литья я еще зимой снимал прошлой зимой снимал как я лью головы минотавров из-за самолепного да то есть снимал как я их вынимаю вернее когда лил то я их весной а снимал процесс съема форм зимой я к чему это говорю что когда вот эту форму раскрываешь что пластилиновая мастер-модель она уничтожается то есть вот нельзя ее взять можно конечно как там замораживать я уже начинаю лить потихоньку с ног начинаем и лить с ног небольшими порциями выдавливаем полимер я уже говорил большинство зрителей уже прошаренные на канале тем кто нить кому интересно посмотрите у меня вводные ролики плейлист называется азы литья сегодня например человек меня спрашивал из чего формы я ему написал силикон ну вкратце что это силикон я всегда отвечу когда мне задают вопросы по скотине или по литью всегда стараюсь ответить я знаю что у человека может быть не быть времени тем более когда меня вежливо спрашивать но человек сказал что он уже разобрался сам нашел плейлист молодец я очень люблю таких людей вообще я люблю такой подход когда человек ну не ждет какой-то погода идет сам делает ищет тем более человек вежливый это замечательно тем временем мы отлили арбалетчика и чтобы он у нас не был снова горбатый давайте разберем мою ошибку видите вот надо формочку немножечко сжать потому что клей и об этом кстати на канале не говорил ни разу клей он иногда может когда он недостаточно горячий а я напомню что я всегда лью на первой программе вот у пистолета две программы видите первая и вторая вторую даже никогда не нажимал я рассказывал почему я так делаю так вот если клей еще у меня сейчас просто пистолет не до конца разогрелся мы в этом видео с вами не просто отольем арбалетчиков а отольем элитных арбалетчиков я расскажу в чем это заключается так вот когда клей недостаточно горяч он может слишком сильно распирать форму и могут получиться более пухлые дядьки горбатые дядьки если вы льете конечно же женщину или собаку может получиться горбатая женщина или толстая собака конечно же все зависит от того кого вы льете видите ничего сложного в этой форме нет поэтому я ничего не комментирую скорее всего этот ролик посмотрит пополам на 50 процентов тех кто кому просто нравится смотреть процесс литья 50 процентов тех людей которые появились на канале после ролика у лепки арбалетчика для таких людей я еще раз повторю у меня есть ролик серия роликов плейлист азы литья где на примере довольно крупной модели терминатора лоялистов космодесантников до терминатора обычного не хаоситского я разбираю как лить значит какие типы форм вообще полностью разбираю а залить я как правильно заливать все советую очень посмотреть если вам интересно но если какие-то вопросы я на эти вопросы отвечу если они правильно сформированы вежливо сформированы вот у нас сейчас закончился стержень идите вот он оставляем новые сейчас используют такие вот коротенькие стерженьки это тоже тундра просто короткие потому что ну чтобы вот камеру вот так не махать не задевать длиннющим стержнем я использую коротенькие когда я лью для себя я использую длиннющие стержни вот такие вот длиннющие огромные длины длины он ведь какой весь в кадр не влезает вот такой огромный так пролили мы то есть видите да о чем я говорил наконец-то я стал на видео лить больше много одинаковых форм стал заливать это не какие-нибудь огромные твари настоящие обычные солдатики то есть вот за девять минут мы отлили уже три тушки если бы я меньше еще говорил и взял бы например все восемь форм то сейчас бы мы бы восемь бы залили то есть я к тому что скорость литья может быть очень очень высокой и за полчаса можно отлить армию это не шутка я в свое время отливал за полчаса целиком армию теперь подставки форум подставок она уже как-то рассветилась поскольку мы отливаем элитных арбалетчиков подставки тоже будут элитные здесь есть даже видите значок гв вот он гв это скопировано с гв подставок хотя я в который раз скажу что я не являюсь подставочным эстетом и вот допустим вот у этого кнехта я оформил подставку исключительно ради канала то есть чтобы снимать солдатиков более-менее красивым антуражей то вот видите сегодня мне мои арбалетчики просто прошло если я вот допустим выкладываю видео на канал это не значит что я его снял вот только что снял может пройти это совершенно рандомное количество времени может пройти месяц два месяца может пройти час то есть я допустим снял его через час с утра выложил бывает и такое так вот видео арбалетчики снимаю в реальном времени я снял его вот сейчас 20 там какой-то сентября до пару дней назад я снял видео о лепке вот сделаю такую форму это повеза да помните как mountain blade был такой щит старая повеза вот это вот это вот это повеза это щит арбалетчиков и сейчас мы с вами его отольем одному может быть даже двоим приклеим за спину подобный щит естественно не только в компьютерных играх у арбалетчиков такие щиты я помню миниатюры от звезды 1 к 72 там по моему французская пехота столетней войны вроде как так назывался этот набор и там были у арбалетчиков в этом наборе такие повезы классные очень вообще звезда выпускает и вроде как даже сейчас все еще пускает очень классные наборы очень жаль что мне лично не позволяет зрение заниматься 1 к 72 я ничего вообще там не вижу это невозможно красить так возвращаемся к моему любимому моменту это такая вот черт-шхела с головами здесь вот эти все головы вот этих бородатых мужиков почему я использую эти именно головы ну ступор я в такой впал чё-то это я на свет головы рассматриваю потому что мне нравится бородатые головы я уже неоднократно по моему говорил что люблю бородатые головы что вот греки вот эти плюс они универсальные как я уже говорил тот что тело что голова ну у меня есть отдельная тема на канале литье голов именно в такие черт-шхелы голов я лью сразу много потому что бывает большой брак прилетие голов не проливается нос не проливается борода не проливается ну черти что может полгал головы не пролиться поэтому я и делаю такие большие черт-шхелы и даже если допустим у вас останутся головы их можно просто отложить сторонку приклеить потом далее собственно что придаст элитность арбалетчикам как вы видите вот эти арбалетчики не просто голые до стоковая модель она идет видите вот эз ит из как говорится то есть вот вот как она была слеплена просто голова приклеена чтобы это был человек а не безголовый зомби из свитков да но вот сейчас мы просто будем делать обвес то о чем я говорил то о чем я Написал в комментариях человек, который меня давно смотрит Что так можно со всеми моделями поступать Да, так и есть Я не стал там подробно отвечать Потому что отвечу в этом ролике Этот человек и сам прекрасно знает, что так можно делать И делает это сам Я просто говорю для других людей Да, действительно, так и есть Нет никакого смысла налепливать Ничего на мастер-модель Все можно впоследствии отдельно отлить Сейчас мы отливаем тул Тул это колчан Потому что вроде как колчан Это изначально общее название Для фашин Что такое фашина? Фашина это связка метательных орудий То есть это может быть как связка стрел Так связка болтов Так связка метательных каких-то пик Да, она называется фашина Она была одним из символов Римской империи Такая вязанка вот этих вот стрел или копий И вот эта вот фашина Она убиралась с колчана Тул Тул Это именно Значит так Чехол именно для стрел Так, далее Вот у меня есть такой вот блин Сейчас я буду на свет смотреть Что здесь Здесь от Вархаммера Всякие эти самые подсумки Мы будем использовать подсумки космодесанта Они будут у нас исполнять роль Ну каких-то сумочек Там что-то типа того Вообще именно вот это и есть то самое литье Которое я люблю Да, то есть литье с диким китбашем Я обожаю китбаш Очень редко я собираю стоковую модель Какую-то Ну допустим если я кого-то переливаю А, так далее Вот вторая такая, второй такой Блин, вот здесь два щита Плюс еще вот такой вот металлический щит есть Но мы вот эти вот щиты норманов Сейчас с вами отольем Приделаем На спину одному из арбалетчиков Щит нормана То есть это у нас будет такой Косплей Даже не косплей, а Викинг Который во всем своем Значит Обмундирование Перековался в крестоносца Ну по задумке Далее У нас подставки уже отлились Вот видим Стивнул ГВ Вот видите ГВ Сейчас мы еще одну подставочку отольем Да, на самом деле процесс литья Просто смотреть на него на камеру Очень круто Мне самому нравилось Я вот недавно Пересмотрел свое литье К сожалению у меня очень-очень мало времени Постоянные зрители знают Да, что я держу хозяйство Фактически 24 на 7 Я занят Нет времени И даже бывает Просто вот просмотреть видео Я бывает по нескольку дней Последние Последние месяца 2-3 Не отвечаю на комментарии Просто нет времени Нет времени даже Зайти на YouTube Просто посмотреть Какие там комментарии Или что Так Смотрим по везу Вот она отлилась По везу Такая замечательная Единственное Что вот не пролился Вот здесь вот Вот здесь видите Не пролился механизм Крепление Да Что-то типа ушей Вот здесь Поэтому Ну это нормально Это первая отливка Я эту по везу Ни разу не отливал еще Поэтому сейчас мы ее Доделаем А сами тем временем Начнем смотреть на арбалетчиков Я думаю что они уже застыли Формы уже прокаленные Вот видите Вот здесь вот допустим Какая у него Выщербленка Сейчас мы ее дольем Вот так Смотрим следующее На самом деле Вот эта выщербленка Она Здесь все нормально Здесь вот рука у нее Не пролилась до конца Я это озвучиваю Потому что мне Проще озвучить И поправить Чем долго пытаться В кадр это все поймать Обманывать мне Никакого смысла нет Говорить что Не пролив Или наоборот Что все пролилось А если на деле Ничего не пролилось Вот этот Арбалетчик У него только рука Не пролилась На плече Ну вот Ждем Тем временем Вынимаем Книжечки Космодесанта Вот эти Сумочки Смотрите О Хорошо видно Думали вторые сумочки Вот они Видите Ремешочки На них Видны Какие-то Точечки Все видно Все пролилось Колчины То есть Вот эти Тулы Вот такой вот Тул Тул никак не хочет Сфокусироваться Вот он Видите С оперенными Стрелами Откуда этот Тул Из какого набора Я вообще Не подскажу То ли от набора Богатырей То ли от набора Русичей Я уж не помню Был это очень давно Вынимаем щит Щит викинга Видите У него Умбон Вообще Не пролился Но честно говоря Не страшно Были щиты И без Умбонов Каких только Не было Достаточно Послушать Что в интернете Или пролился Не вижу Нет Пролился Но все равно Послушать Что в интернете Об этом пишут Говорят Так Здесь у нас Что это Не относится К делу Так Повеза Повеза Пролилась Откладываем В сторону Заливаем Вторую Повезу В сторону Кладываем В сторону Это я сейчас Отходил За ножом Срезать Обло Из Повеза Буду Я его Срезать Не на Камеру Чтобы Камеру Не своротить Ненароком А вот Собирать Уже Солдатика Буду На камеру Приклею Я повезу Ему на спину Крестоносу Вот так Вот так Вот Вот этот Мужик У нас Самый пролитый Вот он Все у него Нормальненько Единственное Что только Вот на кулаке У него Немного Непролива Есть А так Все Прекрасно Сейчас Я ему Обло Весь Подрезаю Тоже Не на Камеру Скорее всего Он Видео Длится Уже 25 минут Почти Скорее всего Соберем Только Одного Арбалетчика Чтобы Не затягивать А Хотя С другой Стороны Все равно Видео Надолго Не затянется Уже Ну минуты На две Еще Не Все-таки Соберем Всех Их Вместе Соберем Так Вот Одно Тело Сразу Вынимаем Другое Тело Смотрим Вот Нормально Вот здесь Только Непролив Небольшой Но это Уже Не страшно Вообще Если Планируется Какой-то Аксессуар Наклеивать На солдатика То Непролив Вполне Можно Закрыть Этим Аксессуаром И Видно Даже Не будет Будет Смотреться Как Родное Так Вот Он И Третий Все Нормальненько С ним Вообще Тут Не столько Аплой Сколько Такой Литьевой Шов Вот Эта Кромка Она Называется Литьевой Шов Она Убирается Потом Паяльником Сейчас Нет смысла Ее трогать Значит Теперь Смотрим Головы Вот Здесь Они Я тоже Смотрю Головы Эти За кадром На свет Значит Геродотская Голова Нормальная Я сейчас Не буду Привередничать Буду Прям Брать Головы Какие Есть И Приклеивать Так Голова Русича Нормальная Третья Баш Какая-то Кривая Четвертая Более-менее Нормальная И на этом Хватит Уже Все Три головы Надо Трехголовый Арбалетчик Итак Самое Интересное Приклеивание Голов Вообще Ничего Сложного В этом Нет Вот Получился Такой Мужик Смотрит Туда Куда Стреляет Куда Направлен Арбалет Точно Так же Делаем С другими Головами Какого-то Рецепта Успеха Здесь Нет Главное На плечи Приклеить Голову А не К заднице Если Это Конечно Не задумка Такая Третья Голова Далее Приклеиваем Тул Тулов Я отлил Всего Два И Приклею Я Всего Два Вот Этого Мужику Приклеил На Пояс Вот Этого Мужику Приклеил Вот Под Таким Углом Далее Старую Повезу Так Как Старая Смотрим Что у нас Повезы Так Там Не долив Надо Ее Доливать Пока что Займусь Подставками Вкажу В кадре Обрежу Лишнее У нас Две Еще Подставочки Одна И Другая Так Вот У нас Повезы Здесь Пролилось Все Здесь Тоже Все Пролилось Выкладываем Сохнуть Вот Она Еще Одна Повеза Мне Кстати Интересно Носилили Повезы Реально За спиной Это Тяжеленная Хрень По сути Тупо Дверь Ну Что Поделать Первую Повезу Мы Приклеим Вот Этому Мужику Вот Такой У нас Получился Мужик С Повезой За спиной Вторую Повезу Мы Приклеим По Другому Вот Так Ну А Третьему Чуваку Мы Приклеим Щит Викинга На Спину Вот Вот Этому Вот Так Что Смотрится Тоже В принципе Очень Неплохо И Сейчас Сейчас Эти Все Подсумки Космодесантника Одним И Приклеим Вот Сюда Вот Вот Этому Мужику Вот Они На Пояс У него Другие Другие Такому Же Мужику Приклеим Вот Сюда На Задницу Видите Между Тулом И Повязой А Викинг Будет Вот Такой Налегке Без Ни Хрена Как Говорится Сейчас Осталась Финальная Стадия Это Приклеивание Их К Подставкам Первый Мужик Второй Мужик Третий Мужик Викинг Викинг Арбалетчик Не знаю Были Такие Нет Ну У меня Будут У меня Уже Есть Один Из Них У меня Уже Есть Вот Собственно Смотрим Как Они Стоят Вместе С Своими Предшественниками Отлитыми В Эти Же Формах Очень Даже Неплохо Смотрится Так У этого Что-то С формой Там С подставкой Потом Паяльником Подравняется Все Вот Вот Все Вот Так По Высоте Тоже Совпадают Со Вним Вот Этим Мужиком А на Сегодня Все С вами Был Козел Альпийский До Новых Встреч Всем Пока